Антон с вами хочет поздороваться, наверное. Здравствуйте, здравствуйте. Да, сегодня у нас ответы на вопросы. День второй. Казахстан. Вижу, вижу. Ой, ребят. Кто с какой страны? Один Казахстан у нас, что ли? О, Новосибирск подключился. Отлично, отлично. Ну что, поедем с вами. Я думаю, так как у нас с вами назначено на 17.00, долго не будем. О, Кыргызстан, молодцы. Спасибо за обратную связь. Вчера мы ответили не на все вопросы, ну, потому что эфира не хватило. Мы хотим повыходить всего лишь на часик. Вот, поэтому эфира не хватило. Кострома, Саратов, вот, ура, 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 Тольятти. Отличный город. Я, кстати, в Казахстане пару раз была. Очень мне там у вас понравилось. За один год. Да, кстати, за один год пару раз была. Интересно даже. Итак, комментариев было много. Сейчас посмотрим. Я еще очень много наснимала скриншотов, поэтому... Вот, смотрите, такой вопрос. Нужно ли мотивировать людей и постоянно пинать, если они сами к этому не особо стремятся? Я считаю, что нужно. Вот, нужно. Знаете, почему? Потому что... Ну, да, так, не особо обращать внимание, но подпинывать иногда изредка нужно. Как я делаю вообще с пропавшими людьми? Поделюсь с вами именно своим опытом, своими наработками. Так как люди, которые, ну, особо ничего не хотят делать, они, конечно же, с нас тянут энергетику, да? То есть из-за того, что вы их обучаете, тянете за собой, они, ну, как бы прикрепляются к вам, но они ничего не делают, висят на вашей энергетике и, конечно, тянут очень много сил энергии. Можно сказать, убивают вас как личность, как лидера. Вы становитесь, может быть, даже в каком-то моменте неуверенной в себе, потому что, ну, как так, да? Ну, как так? Почему вот у них так лидеры растут, а у меня так вот лидеры не растут? Почему они не растут? Что я делаю не так? Человек сначала начинает задаваться вопросом, когда начинает Антон Грохов, у тебя там очень сильный. Так и где? А, сейчас я перейду. Я отключусь и подключусь по новой, ладно? Вот, и получается таким образом, что человек сам себя начинает закапывать, как раз-таки появляется этот синдром самозванца, о котором я говорила на вчерашнем прямом эфире, и сам наставник, даже очень хороший наставник, начинает себя, ну, грубо говоря, закапывать, что ли, да, всем привет, кто только что присоединился, начинает морально, да, себя закапывать, говорить, что это не мое, у меня это не получается, да, я хочу денег, я хочу заработка, но меня никто не слушает, и так далее, и так далее. Поехали, поехали, это такая боль, вы знаете, не только каждого МЛМ-лидера, это боль, когда человек становится, допустим, заведующим магазином, вот как я была, да, заведующим магазином. Вот, добавьте меня врач, у меня проблемы, я не врач, я не врач, вот. И такое ощущение, да, возникает, что иногда мы перестаём быть счастливыми только потому, что у нас с вами получается таким образом, что мы сдаёмся, да, вот чтобы мы не сдавались, шли вперёд, где бы мы ни были, да, неважно, там, начальник мы цеха, да, к примеру, или там лидер МЛМ, или мы там заведующим магазином, да, или у нас там, не знаю, свой салон красоты, и мы хозяйка, конечно же, вот тут самое главное, то, что нужно уметь подобрать слова, и нужно уметь вести себя так, чтобы лидеры вас слушали, люди, люди вас уважали, люди вас любили и ценили. И очень приятно бывает, когда мы с вами действительно… Так, сейчас Антона подключу. Да, тут ещё спамщики залетели, хейтеры. Давайте мы ничего с ними делать не будем, пакости-то уйдут. Вот, и смотрите, когда такая ситуация возникает, и стоит ли пинать человека, который не хочет работать? Если на работе по найму мы можем там сказать, там, лишаю тебя пресса, да, там, к примеру, или там увольнился от работы, если ты плохо выполняешь свою работу, то, опять-таки, если не распинать человека, то у вас не получится, получается, самое, что интересно, у вас не получится его выгнать, ещё что-то сделать. И, в принципе, это в МЛМ плюс, да. Мы хотим, работаем, хотим, ходим в отпуск, когда захотите, конечно, здорово. Но есть люди, которые не начали работать у вас, так и не начали зарабатывать, или начали работать и остановились на полпути. Ну, во-первых, тут три жизненно важных аспекта. Я, конечно, не готова к ответу на этот вопрос, но я вам всё равно скажу. Три таких вот жизненно важных аспекта для человека. Во-первых, хочет ли он, надо ли ему, если вы его не проработали, если вы ему не объяснили, спасибо большое, если вы ему не объяснили, для чего он тут, сколько он может зарабатывать, что доход белый, легальный, официальный, что всё честно, что это не пирамида, то, что у нас дружный проект, дружная команда, показать масштабы компаний, да, то, что тут миллионы людей, реально миллионы, реально в 43 странах мира, да, недавно открылась Испания и так далее. И, конечно же, нужно понимать, что вы, если человеку не показали ни масштабы проекта, что на нём 600 тысяч человек, что проекту вот 6 лет в апреле был день рождения, все вы, наверное, знаете, да, то человек может просто несерьёзно воспринимать, да, это то есть первая проблема, что человек, несерьёзно воспринимая компанию, может подумать о том, что, как даже выразиться, может подумать о том, что, ну, несерьёзно тут всё, вот работа по найму, вот я хожу там 5 на 2, 2 на 2 там день ночица, по выходной, вот это да, вот это серьёзно. А в интернете клопки тыкать, много ума не надо. Помните, да, вот этот вот такой анекдот? Да вы что? Вот потюкал по кнопочкам, и всё, много ума тюкать не надо. Да ты что? Вот, дом натюкал, да, я себе дом натюкал, машину натюкал в интернете. Ой, слушай, сколько хорош ты, да, вот это в фильме было. Научи моего там Петьку или Ваську, научи, пожалуйста, да. То есть и получается абсолютно другая ситуация, да. Это первый аспект. Второй аспект, как вы себя предупносите. То есть некоторые люди, вот я недавно смотрела сторисы, я их просто выключила, лидеры нашего проекта. Девчонка, какого-то ребёнка, показывает в трусиках, я, к сожалению, с ней не знакома. И вот она показывает трусы этого ребёнка весь день. Навела камеру на себя, грудь, вся она вот, всё это видно, тонкая ночнушка, нижнее белое бельё, да. И я так посмотрела, ба, ты строишь бренд, как ты себя ведёшь, как ты себя преподносишь. Неужели дети заслужили такого, они вырастут, что они тебе скажут, зачем голос детей ты суёшь и прямо трусики показываешь, да. То есть, ну и так немало на свете людей, которые могут следить и быть больными, да. И когда ваш ребёнок один, допустим, куда-то придёт, не дай бог, что-то случится с этим ребёнком благодаря больным людям. Вот, 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 вот. Да, то есть тут столько много аспектов. И, конечно, как вы себя преподносите. Цените ли вы сами свой бизнес, верите ли вы сами в свой бизнес, да. Спасибо за лайки, я вижу, что вам приятно, мне тоже очень приятно. И вот тут второй аспект, это, конечно же, вы должны себя преподносить как бизнес-леди, как бизнес-мена, да. Почему? Потому что правильный бизнес начинается с уважения к себе, понимаете, к себе. Если вы себя не уважаете, кто вас должен уважать, кто за вами должен идти, кто с вас должен брать пример, если вы допускаете недопустимое, например, да. Третий аспект, тут ещё, если человек не верит, и вы ему сразу, да, вот в самом начале, там первые 20-30 минут после регистрации, там не наговорили, не послали видео, ничего, и он это не ценит, он дальше не пойдёт, какой бы высокодоходной профессией ему не казалось. Вот. Третий аспект, значит, как даже выразиться, вот не стремится человек ни к чему, может быть, ему самому ничего не нужно в этой жизни, а может быть, это не его. Вот тут тоже нужно понимать, что вот вы можете, кто вот напишите мне в чате, кто может сделать операцию человеку. Вот положить его на стол, надеть перчатки, скальпелем разрезать, там аппендицит достать, зашить и отправить, допустим, в реанимацию, да, там отлёживаться. Кто это может сделать? Специально обученные люди, врачи и медики, да. И, а у кого-то есть непереносимость вот этого всего, они боятся. Вот мне, например, как человеку, который перенёс пять операций, я вам могу сказать, что все они были в юности, мне давно уже больше 10 лет, точно никаких операций не делали, даже 20 лет. Вот. Но самое прикольное, да, в том, что человек, он не всегда способен на то, что вы от него ждёте, потому что он таким родился, он такой любит. И пятый аспект, не все люди хотят развиваться. Всё-таки согласитесь, что у нас с вами общение. Угу. Даже если человек себя не хочет показывать и так далее, и так далее. Даже если он не хочет вообще работать, например, или он просто запускает контекстную рекламу, где не надо, где надо шлёпать просто там, да, к примеру, ну, креативы – это таргет, а контекстная реклама – это просто объявление, да, строчить, получить подарок и так далее. И вот он запускает эту контекстную рекламу, но всё равно ему нужно работать с людьми. У него даже рукопа с этого нет. Потому что, если он задает человека на подарок, что он должен, как этот подарок забрать, что он его получит и так далее, и так далее. И представляете, когда у человека 15 регистраций в день, и он 15 раз объясняет одно и то же, он устает от этого, да? И человек эмоционально выгорает от того, что он постоянно одно и то же повторяет и не может создать одно, допустим, голосовое сообщение и его отправлять, то есть у него не хватает смекалки. И вот тут, конечно, наставник может его потеребить, он может спросить, что у него не получается, и тогда у человека пойдёт. Вот, у человека пойдёт, и у человека, да, как вы говорите, пинать его можно, да, ну тоже интересное выражение, мотивировать, пинать. Это и пятый такой вот, хотел сказать, три пятой, ну, великий истинный мечтой, которую вот мы вчера с вами говорили, потому что не все хотят, как у всех. Не все хотят, как у всех. Вот я, например, смотрю, например, на звёзд, да, и у меня, допустим, вот лично у меня нет целей вот эти вот таскать там бумочки от Гуччи, да, то есть там, не знаю, многогромовые там какие-то перстни из золота, да, то есть у меня нету этого. Я больше люблю путешествовать, помогать родителям, да, то есть у каждого свои приемы детки. И очень много, кстати, звёзд зарабатывают, да, купаются, например, в деньгах, они реально купаются, а родители у них живут в какой-нибудь, не знаю, в хрущевке с прогнившим полом, да, то есть их не стирают вручную, у них даже машины нет, да, то есть вот стиральные, я имею в виду, не то, что там на колесах. И вот, как бы, такие ситуации с души рядом, можно найти истинную мечту человека. И вот, понимаете, когда, допустим, провожу планёрку, я провожу, как бы, вебинар, брось, что-то зачесалось вебинар для новичков, я мотивационно стараюсь их вытащить, вытащить из них мечты. То есть, то я говорю, что я на Бали поехала отдыхать, да, то есть я отвечала на вопрос, нужно ли мотивировать людей и постоянно пинать, если они сами к этому не особо стремятся. И остановилась на пятом уже аспекте, да, кто был впервые, я думаю, вы уже это всё слышали, и поэтому начнём сразу с пятого аспекта, когда человек не может, допустим, работать в этой сфере. Вот есть такие люди, которые не могут работать в этой сфере, но не получается у них, потому что они, ну, не заточены под это, да. Вот, дошли до вебинара новичках, нет, ещё не дошли. Вот, и получается, вот хирургом могут стать не все. Не всех природа одарила хорошим слухом, голосом, чтобы они могли петь, да. Вы понимаете, что каждый человек талантлив по-своему. И кто-то напрочь лишён, получается, самоорганизации, да. И таких людей тоже нужно уважать, и такие люди, если их организовывать, они будут успешны в сетевом. Но если их оставить в свободное плавание, они уплывут, уплывут, и потом ищи-свищи пропали, всё, точка. Да, то есть это нормальный факт, это вот именно нормально. И поэтому, что делаю я, да, вот в заключении всех вот этих пяти аспектов, кто был, что делаю я? Структура большая, да, как вы понимаете. Где 350 тысяч человек, это много. И я сижу на автообзвонах и автооповещениях. То есть что получается? Вот у нас скоро стартует марафон, например, по Инстаграму. Что мы сделали? Мы собрали всю базу, у нас есть внутренние распечатки у всех консультантов, есть внутренние распечатки. У нас вообще отчёты такая вещь, которой нет очень во многих компаниях. Но у нас это всё до такой степени внутри сайта, да, у зарегистрированных людей есть различные отчёты. Кто на каком шаге стартовой программы, кто на каком процентном уровне, кому какие подарки положены, всё покрашено, перекрашено, всё объяснено, и всё очень-очень хорошо. И вот тут как раз та самая ситуация, что вот уснувшие люди, которых стоит пинать или не стоит пинать, могут получить от меня письмо. Здравствуйте, вам подарок, например, покрашенные люди жёлтым цветом в распечатках. Им, допустим, про подарки рассылаю. И точно так же я выделяю всех и рассылаю про марафон. Что здравствуйте, спасибо за сегодняшний звонок, да. Ну, я так напоминаю, что марафоны есть, я помогаю своим структурам, своим командам, тем, кто действительно потерял мотивацию, ленится, зарплату хочет получать, да, то есть оповещать он не хочет, да, то есть у нас есть такие лидеры. Я же не ленюсь, мне не сложно. Вот, и, получается, я все это повестила, и все теперь знают, если у них верные номера телефонов, они теперь знают, что стартует марафон по Инстаграм 10 мая, обучение бесплатное, критерий 50 баллов, 10 страничек и так далее, да, то есть вот их всему будут там учить. А марафон мощный, более месяца он будет проходить, занятия будут не каждый день, мы будем давать время на выполнение заданий. Эти задания мы будем проверять, никого, конечно, удалять мы не будем, но это не говорит о том, что это ничего не нужно делать, потому что денежки-то ваши, вы их будете получать, да, на свой расчетный счет в банке, и как бы снимать их и тратить на свое усмотрение, нас там рядом стоять не будет, поэтому вы все это в первую очередь делаете для себя. Вот, и получается, стоит ли пинать таких людей? А вдруг человек, прослушавший мое сообщение или прочитавший, точно так же я делаю с почтой, прочитавший, допустим, мое письмо на своей почте, если почта у них актуальна в личном кабинете, за этим обязательно смотрите, чтобы почта в личном кабинете была актуальна, прямо следите, чтобы все было без истрибок. Почему? Потому что люди получают от меня до сих пор еще и письма. Что получается? Через FL-чат, Viber, WhatsApp, Telegram. WhatsApp нет, Telegram и Viber тоже люди получают еще, получают ВКонтакте. Вот, что получается? Я людей проработала, да, и вот с этих 350 тысяч, вот сейчас на данный момент, по-моему, 700 человек в чате, да, то есть те, кто действительно захотел идти, захотел обучаться, захотел работать, захотел развиваться. Это нормально, это нормальное состояние. И, конечно, пинает людей, которые, вот, как я вначале говорила, да, сосутся нас с энергией из-за того, что они ничего не делают, и мы начинаем сомневаться в себе, что мы типа плохие наставники, бла-бла-бла, все такое прочее, да, вот о чем я говорила в первой части, до того, как зависло все. Как раз-таки это просто прекрасно, да, то есть это прекрасно, когда вы отрабатываете по всем, грубо говоря, каналам коммуникаций людей, и люди уже сами решают, хотят они или не хотят, но мы им все равно обязаны сообщить, что вот такого-то числа, такое-то начнется. Самое ужасное, вот, да, Евгений, я сейчас Евгений Витман отвечаю, два дня назад она этот вопрос задавала уже, но я не успеваю. Самое ужасное – это решать за человека, надо ему это или не надо. Когда люди говорят, ой, да он давно пропал, он заказов там три каталога не делал, что с него взять, ему ничего не нужно. Я вот так не думаю. Потому что опыт и практика говорит об обратном. Иногда люди просыпаются. Я всегда людей поздравляю с процентным уровнем, даже если эти люди не работали, но под ними растет структура. Все вы знаете, что мы с Антоном строим людей, да, помогаем. У нас есть акция или придите к нам в первую линию и получите 150 тысяч, да, в подарок. Ну, там, помните, да, все эти условия. Или приходите в веточку, и мы под вас будем строить людей, под вас будем строить команду. То есть акция у нас двух типов. И получается таким образом, что когда человека поздравляешь с процентным уровнем, он пропал, он стоит сидит и думает, слушайте, а я ничего не делал. Дайте-ка я разберусь, а почему? Откуда этот процентный уровень? Аж какие выплаты мне положены, да? Есть, конечно, глупые вопросы, которые задаются. А где забрать деньги? Да, то есть, ну, я на такие вопросы не отвечаю, потому что понимаю, что человек прикалывается, потому что он ничего не сделал, какие ему деньги. А вот те, кто говорит, а что нужно для того, чтобы начать с вами работать, я им уже объясняю, что приходите, обучаетесь, заходите на сайт обучающий, изучаете все задания. У нас технический сайт очень хорошо подкован. Вы можете найти продвижение по всем, да, каналам, можно так сказать, по всем рекрутинговым каналам. И получается, любую возможность человек выбирает и начинает вот в обучающем, по обучению проходит в чат и начинает там задавать вопросы, если ему что-то непонятно. Система очень простая. Я это все человеку объясняю, и он начинает вливаться. То есть я не брошаю людей, не бросаю, у нас нет брошенных людей. Но есть такие люди, да, которые поменяли телефон, которые привели неправильную почту, да, то есть их нет вайпер, ватсап, вебеграм, такие люди остаются ни с чем. То есть до них ничего не доходит, но тут я уже ничего поделать не могу, всякое бывает. Вот у меня девушка, допустим, ходила, делала мне депиляцию, делала, 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 потом у нас с ней был перерыв, и я тут ей говорю, слушай, я на отдых еду, сделай мне, пожалуйста, депиляцию, все хорошо. Она мне не отвечает день, два, три, неделю, и потом я понимаю, что она поменяла номер, потому что я ей звоню уже на сотовый, и она просто аппарат абонента выключит. Есть такие люди, которых никак не проработать. Но пинать надо, я считаю, что нужно пинать, важно пинать, и не то, чтобы вы сделали для человека все и бросили его, если он не пошел дальше, а иногда пинать и подпинывать. Вот иногда случается так ситуация, что человеку просто некогда. Вот как мне девушка один раз написала, хотите ли вот лидерское обучение, там, по-моему, от Марии Заренок, что ли было, и так далее, и так далее. Я говорю, а что, хочу? Хочу. Но я ей потом месяц не отвечала. И она каждую неделю, Анна, вы хотели купить, вы будете покупать обучение? А мне некогда, я бегаю. Я говорю, извините, мне пока некогда, давайте потом пообщаемся, что у вас там есть, вы же тебе информацию. Она мне высылает информацию, там все разложено по модулям, плейлист, более 200 видео. И я такая думаю, 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 думаю. А была не была, куплю. Ответила ей. И потом опять две недели не отвечала, понимаете. Не отвечала, потому что бегом туда, бегом сюда. Я не успевала. Я не справлялась просто с тем, чтобы изучить, что там есть, надо ли оно мне покупать. И потом, когда у меня освободилось время, она мне пишет снова. Анна, вы хотели купить, вам же это нужно. Важно. Я говорю, да, извините. Я говорю, у меня не получилось с вами пообщаться раньше. Я была перегружена работой. А смысл покупать обучение, когда ты не можешь уделить время этому обучению. И вот так же и у нас, у лидеров МЛМ, иногда хороший человек, классный человек, суперский человек, но ему было некогда. Ему просто было некогда. Он просто не справлялся с потоком каких-то своих внутренних дел. Ему нужно было сначала из этого потока выскочить. Все мы с вами знаем, что да, мы становимся богатыми и свободны от работы время. Да, это сказал Роберт Киосаки. Это действительно правда. Очень много людей совмещают работу по найму и МЛМ. И потом уже они переходят в МЛМ, когда в МЛМ становится зарплата больше. Вернее, выплаты больше, чем их зарплата по найму. Но в первое время нужно крутиться. Когда человек крутится на двух работах, грубо говоря, и в МЛМ, и по найму, и вдруг что-то в семье случается, он пропадает. Но это не значит, что он лентяй, что он плохой человек. Это не всегда это обозначает. Понимаете? И поэтому вот эти вот автообзвоны, вот эти вот рассылки, они полезны тем, для тех, кто точно, а вот сейчас у меня есть свободное время, вот сейчас мы будем этим заняться. А полгода назад мы заняться не могли. Но так как они сделали заказ, у них хранился номер, год, да, вы знаете, что после последнего заказа номер регистрационный хранится целый год. И получается, он не удаляется. Он не удаляется целый год. И за этот год легко можно работать и прорабатывать. Поэтому самая большая ошибка — решать значение вето, что он способен, что он может, что он не может. Он должен это решить. Антон, а ты мог бы двери закрыть? У тебя там скрежет какой-то очень громкий. Нет, это не есть двери. Вот, ладно. И тут, конечно, нужно понимать, что ещё человек может начать работать, если вы ему когда-то давали какие-либо каналы коммуникации, но он с них не вышел. Вот, например, я задумываюсь над тем, чтобы рассылать письма на почту. Да, всех рассмешала. Рассылать, допустим, письма на почту для тех людей, которые на каком-либо процентном уровне, но ничего пока что не делают. Каким образом? Вы видите, что я поздравляю людей в Инстаграме, во всех своих соцсетях. Всем привет, кто только что зашёл. Во всех своих соцсетях я поздравляю людей. Самых настоящих людей, которые действительно взяли себя в руки и начали расти по карьерной лестнице и хотят выше, дальше, больше, лучше. И вот, понимаете, я первый раз разослала, смотрю, а человек говорит, а меня как? А я тоже хочу, да? То есть открыт был маленький, но он был, понимаете, хотя сейчас не все почту читают, да, сейчас про чтение почты максимум 20-26 процентов, это очень маленькая открываемость, но всё равно это было здорово, это было классно. И, конечно же, таким людям я даю ссылку на наш канал I love Faberlic Online. Я люблю проект Faberlic Online. Почему? Потому что там не только важна информация. Боюсь, людям надоедать, бывали, что на три буквы посылаю. Ну, если меня стопятьсот раз послали, ну, извините меня, если человек неграмотен, то он нам такой и не нужен. Мы должны выцеплять нормальных культурных людей, которые адекватно умеют воспринимать информацию. А то, что через интернет, да, к нам регистрируются люди не всегда адекватные, это тоже нужно понимать и давать на это скидку. Вот представьте, вы кондуктор автобуса. Вы кондуктор автобуса. К вам заходят и интеллигентные нормальные люди, и очень культурные женщины, и девушки, да, и беременные, и обычные, и бабушки, и дедушки, и дети заходят, да. То есть все люди разные, да. И вдруг раз, зашел какой-нибудь там, вот как у нас был случай, пахучий бумж, да, извините, конечно, да, человек без постоянного места жительства. И все, и все сразу понимают, кто есть кто, и мы это визуально видим. Но мы не знаем, кто к нам приходит. Вот у меня был опыт с женщиной, которая меня то боготворила, то материла вообще по-страшному. И я никак не могла понять, что происходит. И в период, когда она начинала меня материть, в последний раз, я взяла и набрала ее по скайпу. Она через скайп меня материла, и я ее взяла, набрала с видеозвонком. Она берет трубку, не видя, что это с видеозвонком. Боже мой, трубку берет очень сильно выпившая, лохматая, с размазанными глазами женщина вообще. Еле-еле я узнала того, кто ко мне регистрировался по фотографии. Я просто поняла, в чем суть. Я просто поняла, в чем суть. Я поняла, что те люди, которые на меня ругаются, ну, это их проблемы. Если им хочется тратить на это время, пусть они не тратят на это время, вот и все. Мое дело отработать действительно тех, кому это нужно. Я концентрируюсь на тех, кто хочет расти, работать и развиваться. Это нужно обязательно понимать. Поэтому оповещение. Все шесть лет подряд я никогда не забывала. Ежекаталожно я рассылаю оповещение. И когда мне лидеры говорят, Аня, зачем ты рассылаешь? Я говорю, а что, ты не видишь мой рост? Ты не видишь, как выросла структура? Ты не видишь, что у нас за этот год зарплата там умножилась на 0,5% да, вот выросла или сколько, Антон, у нас выросло? За год? Процентов. Ну, процентов на 30, на 40. Ну, вот, да. То есть, а с чего она выросла? Да с того, что мои люди, в моей команде будучи один раз посланными и решили, что, о, какой ужас, больше жизни никому писать не буду. Да, то есть, опять-таки, решают за людей. Из-за поступка одного человека они начинают решать за людей. И, ребят, очень много людей просится со мной в прямой эфир. Я не приму, нам некогда. Мы обсуждаем вещи, и нам надо успеть это сделать за час. Вот. Далее, значит, стоит ли постоянно пинать человека? Я считаю, что стоит, но это нужно делать адекватно. Вот. Пересмотрите мой вчерашний вебинар, вы поймете, что такое адекватно. Вот. Запись моего вчерашнего эфира. Вот. Дальше. Антон, есть что добавить к этой теме? Да нет, просто, конечно, ну, чуть-чуть добавлю, конечно. Смотрите, есть поговорка, лежачий камень вода не течет. Вы, как течение, должны доносить информацию до человека, но катать этот камень не стоит. Его лучше обтекать. Если человек действительно неподвижный и лежит в камне. то есть в чем суть? То есть, во-первых, ваша задача как наставника, во-первых, дать информацию человеку, а человек уже сам решает, как этой информацией воспользоваться. Ваша задача наставника, если вы ведете ветку, довести ее до результата, вывести людей, которые в этой ветке именно активны на результат. А вот если человек видя результат ничего не делает, то это уже его проблема. Вот у нас есть ветки, под которыми 50 и 100 тысяч баллов структура. И они ничего не делают для достижения результата. Они просто висят как вот те камешки, которые не сдвигаются. Так, через что вы рассылаете, какие мессенджеры? FL-чат от компании Faberlic, он доступен всем сейчас на данный момент. Далее, нечего себе, как про тебя. Через что вы рассылаете? Значит, вот FL-чат, первый источник коммуникации. Потом, значит, мы рассылаем через почтовый рассыщик. Там может быть что угодно, SendPu, SmilerLight, да, то есть они недорогие. Вот, далее, значит, и автообзвон мы делаем. Антон, как программа автообзвон называется? Звонобот. А? Звонобот. Да? Ой, я все забываю. Да, то есть через него делаем. То есть получается, через три канала коммуникации мы людей оповещаем, а будут они слушать, не будут они слушать, это уже как бы их проблема. Сколько лет вы в Фоберлик? Дата регистрации 26-11-2014 год. Далее, значит, у меня тоже есть такая чашка, и да, я люблю такие вот большие чашки, но легко он не кончается. До какого процента вести ветку? Давайте отвечу. Ну, здесь зависит от людей в этой команде. То есть, во-первых, мы оставляли ветки на 6%, и они сейчас более 10 тысяч спалов. То есть, почему? Потому что люди, которые в этой ветке взяли ответственность за свою жизнь и начали делать. То есть, не просто ждать, когда ему там наставник выслит, где это шпыль, как я и говорил, то, что у нас есть, которые ждали, 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 наверное, стали ждать. А потом, вот как те люди, которые вы говорите, что вот у тебя поучится, я к тебе приду. Вот они так же, вот у меня выставят ветку, может я начну работать. А завтра никогда не наступит, и потом тоже никогда не наступит, есть только сегодня. Про какой чат задается вопрос? Вот я тут не поняла, что за чат? это фаберлик-чат. А, ну, фаберлик-чат, он от компании фаберлик. Ну, это с уровня, по-моему, пока золотых. Нет, по-моему, с уровня директора можно. Можно. А где звонобот найти? В интернете? фаберлик-чат. Вот это, насколько я последний раз понял, так, по-моему, Беларусь, Казахстан, Россия. А, только там. Так, для каждого. Я на звездке, дорогая, ты у нас, Германия, но из Германии тоже можно звонить на звоноботе, если у тебя есть лидеры из этих трех стран. Да, вот смотрите, ТФЛ-чат всем доступен с уровня директора. Спасибо огромное. Вот, огромное спасибо, если честно, не знаю, я знаю, что у нас директора этот ТФЛ-чат в директорском чате очень активно обсуждают. Спасибо большое за комплименты. Вот, поэтому, стоит ли пинать людей? Стоит, но так, как я сказала. Я надеюсь, я потом смогу слепить эти два эфира, если там что-то останется и выложить как-то вот таким образом, к сожалению, да. Так, дальше. Можно ли выбрать самой себе лидера, который будет меня сопровождать? Можно. Можно выбрать, но только из тех, кто над вами, если вы уже зарегистрированы. То есть, если вы зарегистрированы в какой-либо из структур, из команд, и вдруг вам не понравился ваш наставник, вы можете выше-выше через сообщество. В компании Фоберлик есть такая кнопочка сообщества справа, да. То есть, когда вы в нее проходите, вы видите всех, кто над вами в ветке, вплоть до компании Фоберлик, до первого человека. И этим людям вы можете всем написать, и с кем вам будет комфортнее общаться. Ну, смотрите, чем человек выше, тем он требовательнее. Когда ко мне приходят и говорят, так, Аня, у меня ничего не получается, я говорю, так, давай свои страницы, давай свои тексты, давай все, давай будем анализировать, так, сколько охват людей делаешь, что запускаешь, контекст, таргет, а человек ничего не делает, вообще ничего. Я говорю, здравствуйте, а ты обучение не проходила на сайте на нашем? Что за сайт? О, как ты работаешь вообще, да? То есть, и начинается, Танюша, Танюша Жеске, напиши нам ВЛС, напиши нам ВЛС в Телеграм, и мы тебе пошлем на него ссылочку, чтобы ты не путалась, не искала на звонобот. Вот. И, значит, дальше, что еще хочется сказать? Мы заставляем работать. Вы к нам обратились, мы заставляем работать. Если человек через неделю пишет, ой, у меня так ничего не получилось, я говорю, ну, давай показывай, что ты делала, давай звони, вообще без разницы, демонстрации экрана, где можно показывать все программы, да хоть с Вайбера, да, с Вайбера тоже есть демонстрация экрана, если его на компьютер остановить, в общем, откуда есть, где только нету сейчас, да, давай включай, показывай, что у тебя там. А человек ничего не может показать. Вот ничего не может показать. Я говорю, ну, и зачем ты мне писала? Ты хочешь волшебную кнопку, я тебе ее дала. Волшебная кнопка называется труд. Нет, волшебная кнопка в нашем случае это вот такая кнопочка, вышка, отправить сообщение, отправить сообщение, отправить сообщение, отправить сообщение. Ну, да, это тоже можно сказать. И понимаете, когда лидера заставляют работать, он пропадает, он идет к вышестоящему и ждет там, что ему дадут какую-то машину по запуску успеха. Не бывает такого, ребят. Пожалуйста, поверьте, что такого нет. И все, кто вам говорят, что такое есть, они, ну, очень дико в рот. Вот честно вам слово скажу. Вот. Дальше, значит, как выбрать самой себе лидера, если с вами вообще, я не знаю, я в это не верю, но бывает такое, что не с кем, вам не с кем работать. Вот не с кем. Вот прямо вот вы посмотрели в сообщество, там все 50 человек, и они вас не устраивают. Что хочется сказать, прививочку такую, нельзя делать перерегистрацию. Если вдруг в какой-то структуре команде, в чьих-то сторисах вы увидите человека, который лучше говорит, чем ваш директор, это не значит, что вы побежите туда и будете туда регистрироваться. Перерегистрации запрещены кодексом компании Фаберлик. Это нужно обязательно понимать. Если вы перерегистрируетесь, то ваш второй номер будет недействителен. Причем он будет недействителен и под братом, и под мужем, и под мамой, и под папой, и так далее, и так далее. Почему? Потому что близкие прямые родственники имеют право на следование. Об этом нужно знать. И человек, который знает, что у вас перерегистрация и берет вас к себе, он хочет вами воспользоваться. Очень грубо, очень нагло, нарушив кодекс. Ему дадут маленький штрафчик. А знаете, что будет вам? Вас вычислят при открытии удалят и вся ваша структура, все ваши труды достанутся тому, кто вас взял. Да? То есть он получает маленький штрафчик и за счет того, что ваша вся структура перешла к нему, он, грубо говоря, пожизненно за вашу структуру получает денежку. Поэтому перерегистрация это очень серьезно для самого человека, который перерегистрируется. Вот кодекс надо свято чтить и всегда понимать, то, что перерегистрации вам не на руку. Когда мне пишут люди и говорят, Аня, можно к тебе? Я не хочу работать со своим наставником, можно к тебе. Я говорю, слушай, я тоже работаю, смотри, заставлю. Давай, вот, высылай информацию, еще что-то. Ну, там много изучать, я бы хотела, чтобы ты мне лично объяснила. Хорошо, давай свой рекномер. Смотрю, человека нет, да, то есть в моей структуре, в моей команде. Я говорю, слушай, мне и так много очень созвонок, давай ты обратишься к своему наставнику. Вот, мой наставник меня не хочет, возьми меня в себе. Я говорю, нет, нельзя. Возьми под братом, возьми под мужем, возьми под дядей, под тетей. Всех подряд начинает перебирать. Я говорю, ну, понимаешь или нет, что нельзя. Потом в итоге я все объясняю, я все это говорю. Мне не лень, я счастливый попугай, как вы помните из первого выпуска, да, и что я говорю, узнаю в итоге, да, к лидеру, ниже стоящему, где-то из моей же команды все-таки этот человек перешел. Зачем? Где ум? Ум, вот где ум, где сообразительность? Зачем это делать? Я не понимаю. Вот недавно буквально у нас на днях я прям просто отписалась в обратную связь, начала расти веточка сама по себе. Растет, растет, растет. Люди, вы кто? Вот растет и растет, по-моему, процентов до 12, да, то он дошел, я не помню, сколько там, 9-12, и мне так интересно стало. И вдруг мне другой лидер очень высокого статуса пишет, Ань, слушай, там они к тебе побежали. Я такая, хоба, говорю, а я думаю, кто такие растут? Пишу, да, главнокомандующему, да, вышестоящему наставнику самому первому в этой веточке, а что вы делаете, что вы творите? Вы не понимаете, что вы сейчас людей наделали под меня, это каждый человек, это может обернуться мне штрафом, он вас вычислит и удаляет, вы это понимаете? Ну да, я это понимаю, но что мне делать? Мои наставники меня не обучают. И причем я знаю, что этот человек обучает. Она постоянно проводит вебинары, марафоны, просто им лень туда ходить. Им лень туда ходить, а она именно вот сидит, весь проект переживает. Вот она такая же, как я, средбольная, очень классная девчонка. Я ее знаю, лично знаю. Я подписана на ее страницу, я за ней слежу, я за ней смотрю, и я понимаю, что этот лидер, она очень высокого статуса тоже, и она не перестает работать. У них все время шумиха, движуха и так далее. И вот, вы знаете, я так сижу и понимаю, что этот лидер просто там поленился и пошел сюда что-то на халяву найти. А я говорю, вы знаете, а я вас тоже заставлю работать, но сейчас на данный момент я пишу в обратную связь, пусть вас всех проверяют. И в итоге выяснилось, что эта женщина-перебежщица, она уже не первый раз так перебегает куда-нибудь, лишь бы что-то где-то найти. И вот когда вы, когда человек, вот такой человек, как она, тратит годами время на то, чтобы стать успешной, на халявку где-нибудь, вы представляете, сколько это надо трудов, чтобы вот так вот бегать туда-сюда, искать, выискивать, а не просто взять и заработать уже и понять своими взрослыми мозгами, что, блин, ну кодекс есть кодекс, ничего тут не поделаешь, да? Вот. Меня директор пять раз переписывала, так как всех, кто у ней, чтобы по стартовой пройти. Ну, это тоже уже не до директора, это человек, который вообще не до лидера. Вот. Когда год прямой, ой, так, как изничтожить синдром самозванца при рекрутинге? Моё любимое тема. Да? Ну, во-первых, что такое синдром самозванца? Когда вы себя недооцениваете или переоцениваете. Да, то есть, бывает такое, что лидеры вырастают там до уровня 15%, до уровня директора, стартового директора, надевают на себя вот такую вот коронищу, деда им еще и ходит. Я директор. А ты директор, хорошо, да, отличный статус, замечательный, да, ты директор. А теперь скажи, пожалуйста, кто люди в твоей команде? А им случайно не надоест, что они зарабатывают копейки и они тоже хотят быть директорами, да? То есть, уровень директора, это такой очень опасный уровень с обеих сторон. Когда наставник начинает звездиться с одной стороны, да, а с другой стороны, лидеры под его, под ним не зарабатывают. А в компании Фаберлик очень хорошее обучение, даже от Марии Азаренок. Знали бы вы, сколько стоит один ее урок, вы бы обалдели, но обучение очень хорошее в компании Фаберлик. Кто про него не знает, пишите мне в директ, я в течение вечера постараюсь всем ответить. Дальше, значит, вот, и как раз человек, который не уверен в себе, да, вот, когда он растет, он уже вырастает, да, например, до уровня директора, он вырос, а люди-то под ним еще не зарабатывают, и он сам не умеет рекрутировать, к примеру, да, и не может свою команду сказать, чтобы она тоже рекрутировала. Почему? Потому что у него у самого нету знаний. Когда у человека нет знаний, их нужно получать, и вот тогда синдром самозванца сам по себе уйдет. Он уйдет, если у вас есть знания, которые вы будете закреплять практикой, которые нужно закреплять практикой, то получится таким образом такой оборот энергии, что вы получаете знания, вы их тут же отдаете, вы говорите, вот я это, это попробовала в своем чате, попробуйте тоже вы, лидерам становится интересно, они говорят, вот я попробовала, это зашло, это не зашло, да, то есть и получилось, у человека получается свой метод рекрутинга. Методы рекрутинга, я еще раз повторяюсь, огромное количество, и все мы их перечислили на сайте промо-фаберлик, на нашем внутреннем. Я не знаю, я хочу обучиться. Ребят, давайте по обучению от компании Фаберлик, пожалуйста, пишите мне в директ, и я вам позже обязательно вышлю, после того, как пройду прямой эфир. Вышлю обучение, у меня все собрано, и когда мне люди пишут, я им всегда высылаю, мне несложно. Вот, дальше, значит, Антон, есть что добавить? Синдром самозванца. Вот, синдром самозванца это такая штука, когда человек мечтает, но не может себя заставить, слишком сильно себя жалеет, мне кажется, слишком сильно он в себе закопался, и он концентрируется не на том, как я могу это сделать, а концентрируется на том, почему я не могу это сделать, он начинает всякие отмазки, но это лень, лень, прикрытая оправданиями, да, ну вот, грубо говоря, так, я так считаю, потому что любой может быть любым, да, я думаю, в это выражение тоже знали, любой может быть любым. Вот, как правильно распланировать свое время, чтобы все успевать, это, наверное, какая-то мамочка в декрете спрашивает, когда дети забирают всю энергию и заставляют мамочек в декрете быть многозадачными, я как раз вот через это проходила, когда Антон работал 5 на 2, и у меня было такое состояние, что одной рукой варю кашу, другой рукой держу телефон, наговариваю ответ, да, третьей, третьей там рукой протираю, протираю, там пыль вешаю пеленки и так далее, да, это тяжело, я вам честно скажу, да, это тяжело, но тут самое главное поставить себе цель, вот что вам нужно и расставить приоритеты. То есть, когда в вашей семье маленькие детки, насколько я по себе знаю, это непредсказуемо, когда он заревет, когда он может стукнуться, упасть, когда он захочет в туалетик, да, то есть, что малыш вообще, да, то есть, ага, хорошо, Антуха, я сейчас договорю эту заботу, что малыш вообще, на что малыш вообще способен. И, конечно, работать тогда, когда ребенок спит, не всегда получается, потому что мы сами падаем и засыпаем вместе с ребенком, потому что он нам полночи может не давать спать. Это тоже нужно понимать. И вот тут как раз, как правильно распланировать свое время, чтобы все успевать, есть такая важная вещь, как расставление приоритета, да, расставление приоритета. Да, или не можешь себя собрать, да, это тоже есть такое. Нужно подумать, что для вас важно, вот, в первую очередь, да, то есть, когда я стартовала в бизнесе, для меня было важно здоровье детей, здоровье семьи, чтобы семья была накормлена, и, прям, школу вспомнила, да, и чтобы у меня шел рекрутинг, и моя структура, команда росла, процветала. Что я делала? Я понимала, что в первую очередь мне нужно сделать рекрутинг, и во вторую очередь мне нужно провести вебинар для тех, кого я нарекрутировала. То есть, если я буду каждому в личку наговаривать свои сообщения, то это сложно. То есть, всех, кого я зарегистрировала за два дня, а их могло быть 15, 20 человек, мы сейчас не врём, да, то есть, я их всех загоняла на обучение, на вебинар. Ну, понятно, что покупателей это не касалось. Я им говорила, если хотите зарабатывать, вот приходите. И вот мы начинали на этом вебинаре обучаться. И как бы начинали обучаться, и получается таким образом, что я распределила время так, чтобы успевать. Вот, например, на самый распространённый вопрос, который мне задают, я просто сняла ответ. Сняла видео. И на своём ютубе я по полочкам разложила все ответы на все вопросы, самые распространённые. И то есть, когда мне новичок или новичок новичка, или новичок у новичка новичка пишут, Аня, привет, как вот быть, допустим, у нас не добавляется в заказ, там, да, вот это же очень важная такая вещь, подарок. И я им, хоп, сходила на ютуб, выслала сообщение, где бы я ни была, в поезде, в автобусе, где бы я ни была, скопировала, вставила, смотри, отпишись, получилось ли. И человек уже пользуется готовым видео. То же самое, сегодня, допустим, да, сегодня мне задали вопрос, Аня, как выбрать свой метод перекрутинга? у меня есть это видео, я скопировала, вставила, и говорю, будут вопросы, пиши, хочешь переписки, хочешь голосовыми, хочешь созвонимся, как тебе будет удобно. Очень много людей не перезванивают, не отписываются, почему? Потому что он его работой заставляет, а они хотели как можно меньше времени затратить на это, на все, да, вот, а тут робота надо заряжать, надо странички создавать, надо запускать, надо тексты готовить, таргет надо шлепать, креативы, да, создавать, контекстную рекламу надо все время понижать, повышать стоимость клика, и начинается, что везде надо работать, вот в чем суть, ребята, везде надо работать, даже если это на автомате, даже если это реклама, все равно это нужно сидеть и бдить, по-честному, если сказать. Ну все, Антох, давай, твой выход. Так, что-то у меня, я в тень ушел, смотрите, по поводу как раз, как Аня сказала, то есть, распормирует свой день, то есть, во-первых, нужно понимать, что если вы, вот, еще отвечу на вопрос, то что ручными методами можно заработать, можно, но нужно рекрутировать ручными методами, и для этого выделить три часа в день сидение за компьютером, то есть, когда вас никто не тревожит, просто сесть, не рассматривать ленту людей, которых вы добавляете в друзья, а чисто добавлять в друзья, и работать так, как говорят, то есть, сделать за три часа как можно больше добавлений в друзья, то есть, вот это вот задача, да, и вот так вот смотрим, то есть, ребенок, ребенок, когда-нибудь засыпает, часто иду, я вот в магазин хожу, куда-то за заказом схожу, вижу много мамочек в декрете, которые идут с коляской, гуляют, переписываются с подругами, да, зачем время тратить на то, то, что вам интересует рост? Вот. Лучше выбрать, у вас телефон в руках, после этого переписывайтесь, лучше потратить это на построение бизнеса времени. Я понимаю, что вы были неинтересны, они там поддерживают и подобное, но вы должны понимать одно в этой жизни. Самое главное, даже и ваши подруги, ваша семья, то есть, как она будет жить, сколько вы будете зарабатывать, все ли будет в вашей семье, ваши подруги, то есть, вам в достижении результата не помогут. А если, вот извиняюсь, не помогут с одной стороны, а с другой стороны они могут помочь, знаешь, чем своим ростом в их структуре, в их команде. Но сколько раз, сколько раз мы говорили, вот ты пришел на проект, не беги, бегом, волосы назад, да, то есть, пятки ломая, как говорится, приглашать всех подряд вокруг себя. Обучись сначала на векторе теплый круг. У нас есть этот вектор, и как ты себя преподнесешь, да, человека встречают по одежке, провожают полнуков, вы знаете, да, как ты себя преподнесешь, потом человек будет оттеток у мнения, а некоторые же бегут, не зная вообще ничего. Там классно, там здорово, давай пошли, пошли, пошли. И и что? И что в итоге получается? Половину распугали, и потом уже эта половина, может быть, вот за вами следите, может быть, потом придет к вам, но намного позже. Но на самом деле, если у вас классное, хорошее, доверительное отношение, сначала мы идем на вектор теплый круг после регистрации, если вам хочется действительно, а потом мы уже идем и приглашаем свое близкое окружение. И вот еще я хотел добавить по поводу вот некоторые говорят, вот как найти время. Я сижу дома с ребенком, у меня нет времени. Давайте расскажу, кто у нас новенький на страничке, кто не знает историю успеха, не смотрел на нашу. Когда мы начали работать в Фоберлик, я работал на заводе. То есть я вставал в по-моему полшестого утра покушал и бежал на автобус. То есть возвращался я где-то часов шесть домой, да, забирал Вику себе, потому что Таня проводила через день тогда вебинары. То она готовит презентацию, то она вебинары ведет. И получалось, что... Меня тогда вот тот момент Антон рассказ про тот момент, когда меня очень сильно прямо ругала мама за то, что я вообще не до мать, не до жена, как она меня называла, только по той причине, что муж приезжал с работы голодный, а я ему Вику в руки запиралась и проводила вебинар. И вот с Викой на руках я рекрутировал. Когда она спать, вот же укладываюсь. Одной рукой я добавляю друзья, другой укачивал ее. То есть Вика лежала на коленках. То есть мне это не мешало, мне ребенок не мешал в том, чтобы поработать. И поэтому как бы я не понимаю тех людей, которые весь день дома и не могут выделить время какое-то на бизнес между делом. Даже вот сейчас в данный момент я например сейчас вебинар закончится например мне нужно сходить в магазин. Я же не положил телефон в карман и пошел 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 и не доставая его в магазин. Я зашел там кто-то вопрос ответил я ему ответил задал из новичков другой задал я ответил все всегда телефон в большинстве случаев сейчас у всех людей в руках. То есть никак не найти время на то что между делом кто-то едет на работу по часу ну полчаса час почему бы не ответить на вопрос. Причем еще говорю в день нужно уделять три часа на репутин. То есть вы увидели а уже новички которые к вам приходят уже можете не за компьютером сидеть а с коллышок когда гуляете он спит в коляске отправить просто вам нужно на своем телефоне где-то всю нужную вам информацию которую выставить по бизнесу там как сделать заказ как оплатить всю информацию знать как найти быстро с телефона и все это все можно сделать с телефона тем более например кто у нас в структуре обучение есть человек зарегистрировался на платформе он оплатил заказ он имеет доступ к обучению у него все это есть ваша задача знать информацию почему потому что когда новичок вас просчит вы должны знать где что находится и как ответить на этот вопрос то есть если вы внимательно всю информацию изучили значит вы сможете ответить на этот вопрос ну да так оно и есть и вот пишут в основном лень лень работать новички это такие люди которым лень неправда ребят есть очень талантливые люди которые просто не поняли зачем они тут и что это работа серьезно иногда это наша ошибка как наставника не донести серьезность заработка и масштабы заработка своим людям и поэтому они не понимают как работать зачем работать итак я тут останавливалась на вопросе но он у меня уехал значит возможно ли сейчас вырасти только на ручных методах я считаю что да только сейчас нужно если вы наручных методах вам нужно понимать что вы должны ходить каждые 3 месяца как минимум на фотосессию хорошую должны себя преподносить культурно хорошо вы должны не только просто так делать охваты но наполнять сторисы пользоваться общей информацией да вот недавно вот поставьте мне плюсики нет лучше напишите топ сколько и чего стала компания фаберлик в топ в топ сколько и чего она вошла кто знает эту новость вот это вот наишикарнейшую новость которую нужно поделиться во все соцсети и написать про это пост а я знаю потому что я внимательно тишина новость буквально сегодня вышла вчера еще ну да да вчера но сегодня по всем соцсетям в топ 10 вот Антонина топ 10 чего топ топ 10 чего так где проводили вебинар да на ручных методах кстати рекламу можно запускать можно запускать молодцы яна молодец то 10 действующих млм компаний да парфюмерные ассоциации по парфюму нет косметически тоже млм компаний так да 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 все молодцы ребята у нас такое семейное выложение молодцы ребята надо мной все смеется я так и знала что я это в прямом эфире когда я скажу так возможно ли сейчас вырасти только ручных методов я считаю что да но страница должна быть оформлена профессионально и очень хорошо чтобы вы внушали доверие людям вот можно здесь добавлю во-первых они говорят про контент то есть на страничке то есть если у вас красивые фотографии то люди добавляются вам чаще это их располагает то есть если у вас ну страничка не какая то соответственно меньше добавление друзья а что мы делаем например мы добавляем друзья тем кто принял уже в ислам предложение то есть соответственно вы можете например с оформленным аккаунтом получать из 30 добавлений друзья 10 с оформлением а с плохим оформлением может 2-3 соответственно не оформлена страничка понижает 2-3 раза эффективность вашей работы давай дальше молодцы все так далее далее хотелось бы присутствовать на этом эфире как правильно распланировать свое время вот кстати я недоответила на этот вопрос ребят я очень переживаю что я недосказала вот сейчас поняла это человек планирует свое время по приоритетам правильно их расставлять я конечно этим вопросом и ответила но как их расставлять правильно мы конечно должны понимать мы говорили с вами о том чтобы концентрироваться например на росте и что нужно в этом росте и концентрироваться на своей семье то есть больше 2-х на себя не брать и самое классное как правильно распланировать свое время включить в это время отдых Отдых. Пожалуйста, включайте отдых. Раз в неделю можно всё выключить и пожить для себя. То есть, там, может, сходить на массаж, поплавать в бассейне. Ну, что вам нравится, да? Что именно вам нравится? Может, пазлы вы любите складывать, поскладывайте. Вот, то есть один день, даже если вы не сильно устали, разгрузка для мозгов очень важна. Очень важна и нужна, чтобы не было выгорания, чтобы у вас всё было на полову. Так, значит, что дальше? Как распланировать своё время, выставив приоритеты? То есть, каковы ваши приоритеты? Ваши приоритеты должны быть как можно больше освободить для себя любимых время. И вот тут как раз, чтобы справиться с большим потоком людей, которые приходят в вашу команду, я это ещё буду на марафоне всё рассказывать, но я расскажу вкратце. То есть, всех людей я собирала на вебинар. Люди, которые задавали вопросы в чате, я эти вопросы тоже собирала, и в конце на вебинаре я отвечала. Почему я отвечала? Голосом. Потому что так было проще до людей донести. Люди так устроены. Они всё воспринимают через призму общения. Через переписку, попробуй некоторым, смайлик не поставь, не до такой степени мнительный и недоверительный к нам приходит, что они считают, что если нет смайлика и циточка, то всё, человек на него орёт. А ещё попробуйте капслок с обычной клавиатурой попутать, там вообще будет война. Поэтому нужно, конечно, людей уважать, людей понимать. И планировать нужно обязательно так свой день, чтобы у вас было задействовано минимум энергии, и она была бы максимум продуктивна. Допустим, к вам сегодня пришли 6 новичков, завтра пришли 2 новичка. Итого 8. Итого 8. То есть 8 людей вы собираете, допустим, в зуме, в чате, в вебинарной комнате, в принципе, без разницы, и говорите, давайте мы с вами вот в это время созвонимся. И начинаете всё по-хорошему рассказывать и показывать. Человек, который, как вы знаете, не уверен в компании, в надёжности бизнеса, он недомотивирован или ещё что-то, ещё что-то, создайте для него голосовое хотя бы или видеообращение, если вам некогда. В час ночи человек зарядился, да, дети спят, кричать негде. Вот. И обычное голосовое сообщение, что здравствуйте, вы зарегистрировались в компанию Фаберлик, это крупная компания, миллиардер, очень серьёзная, работает в 43 странах, исправно платит выплаты своим консультантам, можно зарабатывать несколькими методами. Я обычно говорю, открытие своего офиса, рекрутирование через интернет, рекрутирование на земле, продажи, экономия, получение подарков, да, то есть несколькими методами можно зарабатывать. Экономия – это тоже доход в семью, сэкономили, значит, добыли, да, то есть вы эти деньги можете на что-то другое потратить, да. И получается, вот так вот я всё рассказываю, то есть вы зарегистрировались на проект Фаберлик онлайн, в компанию Фаберлик получается, и на этом проекте вот столько директорских статусов, ещё что-то, ещё что-то. Вот как-то вот текст от себя, вот что вас вдохновило прийти, вот прямо от себя этот текст оставьте, да, о чём Антон вчера говорил. Важные вещи он вчера говорил и дополнял просто великолепно. И когда вы составите этот текст, вы наговорите его на голосовое сообщение, или наоборот вы его напишите текстом, или вы это сообщение сделаете видео, да, то есть составьте себе контент-план, как говорится, и прямо вот по этому плану снимите видеоролик. Что получает новичок? Что получаете вы? Вы получаете экономию времени, и вы будете всё успевать, когда у вас на все распространённые вопросы есть видеоролик. Во-вторых, этот видеоролик идёт вверх-вверх-вверх, вас начинают смотреть другие люди, потому что этот ролик становится быть востребованным, и у вас ещё заоднаки начнёт получаться бренд. То есть вы урываете два в одном, да, урываете два в одном. Это нужно обязательно понимать. Вот сейчас на данный момент у нас есть воронка, да, на проекте Фоберрик онлайн, и ночью, когда мне человек пишет, Анна, скажите, пожалуйста, подробности, я понимаю, что в час ночи я не могу говорить, я уже лежу в кровати, я хочу спать. И у нас не получится разговора просто потому, что у меня уже голова не соображает, спать я хочу. И я вызываю заготовленный ответ. Заготовленный ответ. Человек не бывает брошен даже среди ночи, да, что я сейчас имею в виду. А, да, вот, например, да, то есть я захожу в Инстаграм, ну, давайте зайдём в любую переписку, да, вот, ну, вот Светочка, да, Адарова мне тут написала, она уже зарегистрирована, вот тут вот этот самый плюсик, я сюда нажимаю, вот эта штучка, и вот у меня, допустим, здравствуйте, приятно познакомиться, вот я отправляю. То есть у меня заготовленный ответ с автоворонкой. Человек, когда проходит в эту автовороночку, давайте с вами смотреть, да, практические занятия, вот что он видит. Он видит, пройди бесплатный курс всего за 15 минут. Так, ребят, мне неудобно, можно я сделаю вот так. Да, вот так, давайте вот так. Так, я думаю, вам лучше поставьте плюсик. Пройди 15-минутный курс, я нажимаю начать, и вот он пишет, привет, есть опыт в сетевом? Нет опыта в сетевом, да, то есть нет опыта, да, то есть дальше вот, и человек с ним ночью уже общается. Тут наш Андрюха Зеленков, как вы видите, он снимал для нас эту информацию. И, то есть человек думает и решает, и тут в конце есть регистрация или следующее видео. То есть человек смотрит, 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 да, следующее, следующее видео. Какая разница? Ему удобно смотреть тогда, когда ему удобно. Мне удобно это выслать тогда, когда ему удобно, да. То есть и получается, человек может или регистрацию пройти, или еще раз посмотреть, вот, откуда деньги, опять ролик, опять следующее видео. То есть вот такая вот вороночка у нас создана. И причем люди, и причем люди, да, вот он проходит регистрацию, вот он вводит все свои данные, и вам приходит оповещение. То есть что получается? Получается то, что вы легко и просто можете отработать человека, создав свою такую же воронку, или взяв ее у проектов Аберлик Онлайн. То есть это тоже экономия времени. Понимаете? Это экономия времени. Вот к нам новичок приходит, если он забирает свои выплаты, то бишь делает 50 баллов личного оборота, у него есть несколько видов воронок, которые он может получить. Да? И получается, получив эту воронку, он высылает сообщение. Допустим, ВКонтакте эта воронка почему-то заблокирована каким-то образом, в Инстаграме, на Ютубе мы работаем прекрасно данной вороночкой, да? Вот. То есть, если народу много, и вы слышите, что вопрос такой интересный, можно голосом в чате наговорить. Обязательно всех зарегистрированных собирайте на одной страничке. Обязательно всех зарегистрированных собирайте в одном чате, да? Например, чат Телеграм. Там очень удобно в Телеграме работать. То есть, как распределить свое время, чтобы зарабатывать, и чтобы у вас все было хорошо, решайте, конечно же, только вы, как вам удобно. Но я вам вот сейчас несколько фишек дала, которые уже, можно сказать, несколько часов в день у вас будут свободны. Или вы каждому человеку все объясняете, или вы каждому, как создать воронку от компании Фаберлик, было обучение, было обучение, можно ссылку на бот в Телеграм, там вы тоже можете сделать это обучение, да? ВК вообще ссылки с промо не пропускает. Да, ВКонтакте не пропускает, поэтому, поэтому я создала плейлист с Ютуба и скидываю туда плейлист с Ютуба. То есть, вот, вы можете зайти на мой Ютуб-канал, кто еще не зашел. Так, поехали с вами заново. Так, очень мелко. Так, слушайте, а где у меня Ютуб на этом телефоне, лишь на том телефоне? Вот, Ютуб, я прохожу к себе, значит, мой канал, плейлисты, можете у меня пройти, значит, сохраненные, показать все плейлисты. Слушайте, а что у меня, где плейлисты? Как будто нету, да? Это, наверное, с телефона так мало. Ну, вот, кстати, цифровое обучение мне очень нравится, да, от Марии Азаренок. Сейчас я вам найду видео отдельные, да, я не знаю, почему они отдельные, но на своем Ютубе с, получается, с компьютера у меня очень все хорошо находится. Ну, то есть, так, минутку, минутку. Вот, да, то есть, вот такие вот видео я создала о компании, краткая суть бизнеса, ваше обучение, факты о проекте, точно таких вот пять видео, вложенные в плейлист. И я эти пять видео высылаю, и человек у меня уже их смотрит. Эти же пять видео у меня, получается, закрепленные в ВКонтакте, то есть, и это тоже работает. Это мои личные видеоролики. Ванной, в системе. Вот, да, это мои личные видеоролики, которые я сама лично сняла, сделала, обработала, да, то есть, точка мне моя помогала. И, получается, вот такие ролики я могу высылать. И мне тоже, как бы, очень даже хорошо. А это наш с вами прямой эфир. Интересно, если тут какие-нибудь комментарии нету, да. Вот таким вот тоже образом. Тоже можно. Тоже нужно. И обязательно понимайте, что вы делаете это для себя. И это тоже облегчает жизнь. То есть, у меня идет не экономия времени и не график такого, чтобы расставить, расставить. Я вообще ненавижу жить по гостику. Вот это не мое. Кто-то любит, я ненавижу. Поэтому я не могу дать совет, как распределить свое время поминутно, чтобы у вас всегда все получалось. 7.15 чистим зубы, 7.25 там мы туда идем, сюда идем и так далее. Такого я, конечно, не дам, потому что я живу как хочу, сколько захочу, в каких рамках хочу. и я понимаю, что я очень давно уже по найму не работаю, у меня нет слова время. Я забываю, какое сегодня число, какой сегодня день. Я только в обед вспомнила, что сегодня последний день каталога. Поэтому, ребята, нужно учиться в свое время сокращать. Если вы чувствуете, что с какой-то стороны вам прилетает слишком много и вы с этим не справляетесь, подумайте, как сократить время, трату именно вот того, с чем вы не справляетесь. То есть, может быть, у вас классная команда и кто-то возьмет на себя, допустим, модераторство какого-либо из чатов. Да? Или, то есть, нужно вот тут как раз в распределении своего времени цель как можно больше времени сэкономить, чтобы у вас хватало времени на творческие взлеты, да, чтобы вы новые идеи приносили в структуру свою команду, чтобы вы обучались, покупали обучение, обучались чему-то новому и интересному. Вот я лично всегда, никогда не бываю свободным, мне нравится это состояние, но я люблю делать что? Если у меня появилось свободное время, я иду обучаюсь. Я люблю обучаться, понимаете? Вот, и тут самое интересное, то, что когда новичок приходит и его вообще не контролируют, например, на работе по найму, вы работаете с 8 утра до 5 вечера, да, ну, это лучший вариант самый, и вы отработали, вы идете домой по пути, там, забираете, к примеру, ребенка с садика, потом вы приходите, заходите в магазин, покупаете продукты, потом вы готовите купить, купаетесь, сами купаете детей, укладываетесь спать, с утра встаете, снова идете на работу, и у вас такой распорядок, и суббота, воскресенье, вы едете куда-то отдыхать, потому что вы свободны. Тут же в МЛМ вам нужен абсолютно другой подход, то есть тут, можно сказать, порядка не будет, но у вас будет все время, постоянное время, оно будет принадлежать только вам. Вот эту разницу нужно обязательно уловить, ее нужно обязательно почувствовать, и тогда у вас все станет на свои места, и постоянно думать, как я могу сократить время вот на самое распространенное, что меня отвлекает, да, от основной моей работы, то есть ваша основная работа это рекрутинг и обучение, если в компании Фаберлик, да, смотреть, рекрутирование, обучение, рекрутирование, обучение, они идут рядом, их нельзя разделять, нельзя нарекрутировать 20 человек, плюнуть на них, нарекрутировать еще 20, еще раз плюнуть, и вот 40 наплюнутых человек, и дай бог, один из них вылезет куда-нибудь, какие-нибудь директора, и то вилами по воде писано, да, то есть люди, они вначале не имеют самостоятельности, потому что они приходят работать и они хотят, чтобы им говорили, что им делали. Делайте. Почему? Потому что они так приучены. Садик, школа, институт, работа это все заточено под одну систему. Обратите внимание, одна система, нам говорят, мы выполняем, нам говорят, мы выполняем, мы не выполнили, в садике нас наказали, там новый стул посадили, в школе не выполнили, два получили, прогуляли, там в ВОЗе вплоть до отчисления, сами понимаете, да, на работе штраф за прогул, там увольнение, да, то есть, ну, всякое разное, да. И, а тут нет этого ничего, вас никто не контролирует. Поэтому самоорганизация у многих людей стоит под вопросом, вот почему так много видео, прямых эфиров именно о самоорганизации идёт. Потому что у человека получится всё, если он сможет самоорганизовываться. А мои приоритеты были каковы, вот в самом начале рекрутинга, когда я разрывалась. То есть я искала время, чтобы обучаться чему-то новому. Мне это было важно, это был мой приоритет. То есть я, ага, значит, я сегодня с утра с ребёнком гулять, с грудным не иду. Почему? Потому что нам сегодня в обед на прививку. Значит, в обед она у меня поспит. Я её выгуляю, пока она спит в коляске, да, до больницы, скатаю. Мы сделали прививку, и вот мы вернулись домой, и я уже снова могу смотреть, как она ползает, бегает и отвечать на все вопросы, да, сидеть вот так вот и наговаривать, да. Моя, наверное, любимая поза вот так вот сидеть. Вот, получается, я куда-то пошла, я еду в такси. Ну, мне скучно в такси просто так сидеть, да, там, не знаю, песни включены с таксистом, что ли, петь мне, да. Получается, я опять сижу, зашла в чат, посмотрела, кто мне какие вопросы задал. Вот, посмотрела. Важные у меня все в архиве, чтобы не было путаницы, да, в телеграме, в архиве. Вайбер, ватсап я не сижу, получается, потому что я захожу туда редко, и в основном заходит туда Антон. И вот таким образом я расставляю приоритеты. Ну, и, конечно, недавно, потому что я взяла на себя очень много организаций, я поняла, что я перестала справляться. Недавно я взяла себе на работу мальчика Никиту, 18 лет, очень смышленый. Он мне делает всякие превьюшки, теги, хэштеги, геотеги, печат алгоритмы Ютуба. То есть я Ютуб полностью на него скинула. Я думаю, вы видели, как у меня Ютуб преобразился благодаря ему. То есть таким вот образом. А Ютубу тратся. Да, да, серьезно? Божечки ты мой. А я думаю, что мне никто не пишет? Люди-то от меня устали, а я все говорю и говорю. Ну все, ребят, тогда до завтра. До завтра, мои дорогие, до завтра, мои хорошие. Всем спасибо. Так, семь, чего семь? Семь вопросов. Вы оповещаете свою первую линию или всю глубину? Всю глубину оповещаю. У вас сегодня шикарный макияж. Спасибо. Ку-10 косметических компаний. Да, в десятку. Ага. Все. Ребят, я надеюсь, я вам всем помогла. На все вопросы я, к сожалению, не ответила. Завтра, послезавтра, ну где-то на днях, встретимся с вами еще. Вот. Сегодня, вчера меня наругали. И сегодня меня наругали, что Антона очень мало и плохо видно и слышно. А возьмем это... В общем, мне самой времени мало. Вот. Хотите ли вы, чтобы Антон индивидуально вышел с вами пообщаться? Вот поставьте плюсики-минусики. В принципе, ему не сложно. Он может с утра выходить в прямые эфиры. Вот. Давайте с вами поголосуем. Хотите ли отдельно от меня прямой эфир и с Антоном, и со мной? В принципе, нам не лень. А за полтора часа, извините, я хотела час. Ну так получилось, что нечаянно. Хотите, да? Хорошо. Замечательно. Ну все. Всем пока-пока. Извиняюсь за задержку. Я маленько не подрасчитала своими ним. Я не знала. Как всегда. Антон меня не контролирует. Я вам говорю, я счастлива часов не наблюдаю. Вот так и получается. Всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok